Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей, с вами Бутылкус. Вот такое опять неожиданное включение, но на самом деле есть о чем рассказать. Я тут приболел довольно солидно, но тем не менее, вроде бы отошел, все, пора выписываться, отправляться на работу. Ну и пока была возможность шевелиться, старался как-то шевелиться, то есть не все валяться человеку на постельном режиме. Иногда надо все-таки иголками шевелить. На столе у меня, видите, огромное количество всяких винтиков, болтиков. Тут целую коллекцию успел собрать всего подряд. Тут и ручечки всякие, и пружиночки, и мелкие винтички. Все это не просто так выскочил. Четверка. 4,50. 4,50. Есть еще 5,50. Все это дело шло в дело, так сказать. Значит, вот, да. Еще винтички, и вот еще болтички. То есть целую коллекцию, целую коллекцию всего этого парохлапа собрал. Зачем? Зачем? Подогнали мне тут, был я на коллективке, пока не загремел. На больничной был я на коллективке, значит. И мне ребята с коллективки подогнали вот такой замечательный текстолит. Причем я даже не знаю, мне язык не поворачивается назвать его стеклотекстолит, потому что вот здесь не видно, но, в общем, нет стеклоткани вообще. Понимаете? То есть, ну, она как бы есть, но ее как бы нет. Невероятно крутого качества стеклотекстолит, но он не фольгированный. То есть, это просто текстолит. Вот. Обалденного качества абсолютно. Вот. Вот это вот видно промышленного, как это, промышленного изготовления для отлома. Вот как их пилили. Тут я не знаю, чем их резали. Лазером, фрезой, хреновый. Ну, в общем, очень здорово. Очень хорошая штука. И, разумеется, у меня этот текстолит сразу в дело пошел. Ага, слыхали? Вот, вот. Значит, он в дело пошел. Помните, вот этот ключик я вот показывал совсем недавно, скажем так, в предыдущих роликах. Видите, он уже отключен. Нету подключения. Это почему? А потому что, вот, друзья мои, пока у меня была возможность, время, желание и материалы, решил я, ребятки, заморочиться. Первый ключ моей настоящей подлинной конструкции. Ну, это не включая, конечно, ту дрыгу несчастную. Ну, вот. Такой вот ключик. Выглядит он как самолет. Если так смотреть, да? Почти самолетная конструкция. Может, действительно, ему придумать какую-нибудь крышечку или, как я люблю, обычно из пенопласта, какие-нибудь крылья вырезать, так это, фюзеляж. Крышку сделать антипыльную, так сказать. В чем особенность? Ну, во-первых, ход обалденный, да? Класс. Значит, что здесь? Конечно же, деревянная станина. Причем, деревянная она не просто так, не хотел я делать какой-то пластиковый. На самом деле, тут вот слышно, как скребет, тут винтики в ножках, подставках. Вот. Точнее, даже саморезы. Это головки, я их залью термосоплями. Это, кстати, очень удобный лайфхак. Чтобы не скользило по столу металл какой-то или что-то еще, делайте ножки из термосоплей. И вы не поверите, но это тот же самый силикон, и он не скользит. Ну, конечно, не тот же самый, но, тем не менее, не скользящий силикон, вот, то, что нужно. Из термосопли можно сделать что угодно. Вот. Какой-то такой материальчик, очень удобный для этих целей. Поэтому вот я, да, это вот такое у него брюхо. Ну, вот и ножки сделаны, видите, да? Вот два саморезика, два саморезика. Вот. И коммутация тоже очень удобная. У него сквозные все винты. И вот это полностью электрические контакты. Тут три. Это вот держат вот эти стойки. Контактные группы, да? Ну, и, соответственно, к любому винтику можно подключаться. Это очень удобно. Ну, а сюда выведены, вот, видите, лопасти, да, соответственно, точки и тире. Вот. Пятимиллиметровая ось, кстати, очень удобная. Пятимиллиметровые винты отлично подошли. И в качестве самоцентрующихся осей для вот этих вот роликовых подшипников. Как это роликовых подшипников? Ну, да, как их еще назвать? Это вот, если вот так вот смотреть, да, видно. Это для 3D-принтеров и для таких вот станочков с ЧПУ. Вот. Пластиковый ролик. А внутри у него, ну, тут не видно, тут шайба подложена. И вот все это отлично подходит. Прям вот здорово. И головка под потай у винтика очень хорошо позволяет вот это все отцентровать. Ну, и, соответственно, это полноценный подшипник. То есть, он очень хорошо вращается. Вот. И ход получился настолько легкий, что вот он на металле стоит. Вот. Вот и все. Это вот чуть-чуть вот он у меня по стулу вот. Даже на трех ногах, получается, стоит. Ну, вот надо ножки из пластика сделать, из термосоплей. И все будет вообще замечательно. Он не будет по стулу скользить. Причем сам ключ весит, ну, грамм, ну, меньше 100, наверное. Значит, что еще сделано? Ну, вот из этого текстолита выпилены лопасти. На лопасти, вот видно, приклеен магнит. Вот этот белый порошок, это видно. Это сода, суперклей. Магнитики неодимовые взяты из головок оптических приводов. Там лазерная головка, вот так вот висит она. Она находится внутри катушки. И катушки, точнее, даже двух катушек. Вот четыре вывода катушек образуют такой подвес для лазерной головки. И, соответственно, с двух сторон, здесь и здесь, стоят два мощных неодимовых магнита. Это вот они. Вот два привода разобрал. Вот получилось, значит, у меня вот он один магнит, вот ответ для него второй магнит. Вот третий магнит, и ответ для него вот он четвертый магнит. Вот две головки разобрал, четыре магнитика получил. Клеем на суперклей, все очень здорово и надежно. Пружинный подвес не рассматривал вообще ни разу. Хотя, вот, как я показал, да, видели, у меня пружинки в коробочке лежат. Пружинный подвес я не рассматривал вообще. То есть, ну, не то это сразу же. Контактная группа сделана, значит, как... Мне понравилось, как Николай вот сделал мне тот ключ. Вот, поэтому я решил тоже использовать такую же схему. Значит, контактная группа организована как... Из магнитного пускателя вот серебряные пятачки с контактными площадками. Тут очень удобно. В них, вот, если посмотреть, вот видно, да, вот в них отверстие уже было. Осталось только просверлить текстолит и вот на винтик присобачить. Двоечка, троечка, троечка, наверное, или два с половиной. В общем, вот. И все. И, соответственно, вот запаиваем контакты к этим площадкам. Очень удобно и просто, и непонятно. Вот. Соответственно, вот, свободно вращается. Здесь, на самом деле, если снять все стойки, вот это и вот это упоры, то, ну, и чтобы не мешались друг другу, то лопасти свободно вращаются вообще. То есть, диапазон регулировки можно сделать огромным. То есть, я могу вот эти вот лопасти развести еще дальше, не лопасти, упоры контактной группы развести вот настолько. И получить ход вообще огроменный. Но я не стал этого делать. Ну, потому что очевидно, что регулировки они редко, когда вот выходят за 5 мм. Ну, и, конечно же, по руке я для себя вот сделал вот прям вот как не надо. Если сравнивать вот с этим ключиком, да, то есть, можно увидеть, что оно, ну, вот, пошире. Вот. Даже вот где-то срабатывает. Ну, вот. То есть, вот здесь пошире. Не совсем удобно. Можно отрегулировать. Здесь тоже это регулируется без проблем. Вот. Но, но степеней свободы тут нет. А вот в этом ключе степени свободы огромные. Значит, смотрите. Вот здесь практически полностью заведенные винты видно, да? Это непосредственно положение лопасти. Закручиваем винт, лопасти сходятся. Выкручиваем винт, лопасти расходятся. Ну, понятное дело, что сейчас они почти полностью выкручены. Почему? Ну, потому что мне удобно вот на такой ширине. Но можно и сдвинуть. И, соответственно, поскольку лопасть поворачивается из-за этого винта, вот если его заводить, лопасть поворачивается, соответственно, необходимо регулировать зазор контактной группы. Контактную группу необходимо тоже отводить. И вот сколько ее можно отрегулировать. Тут вот палец вылезает. Вообще без проблем. То есть целый сантиметр регулировки можно без проблем выцарапать. Но и здесь тоже. Если мне память не изменяет, тут около 12 миллиметров между лопастями. И получается, что здесь, в общем, в огромном диапазоне можно отрегулировать все. И отдельно регулируется ход. Можно сделать зазор большой. То есть вообще сюда отвезти. И тогда педали лопасти, весла будут вообще друг в дружку ударяться. То есть это вот. Очень здорово. Вот мне такая конструкция, вот моя, первый мой, действительно замороченный, сделанный за три вечера. Я по полчасика выделял. И вот за три вечера я собрал. Но эта коробочка это не то. Это сам телеграфный ключ. Сейчас я вам покажу. Телеграфный ключ. Вот он. Вот он. Все тот же, все тот же. Помните, да? Вот ролик, если кто не смотрел, я тут где-то в уголочек вставлю. Ссылочку всплывет там в описании. Кто не видел, посмотрите. Значит, регулируется все как надо, да? Без проблем. Ну и, конечно же, конечно же, очень, очень здорово. Единственное, что вот для себя я выделил, если делать вот такое, именно вот на этих подшипниках, это очень удобно, реально. Пластик он элементарно суперклеем прихватился. Вообще очень здорово. Вот прям вот настаиваю, что если вам нужен подшипник, не знаете, чем делать, вот берите пластик, потому что это элементарно обрабатываемый материал. Можно что угодно с ним сделать. Ну и, соответственно, к нему очень легко суперклеем все приклеивается. Даже без соды здесь они вклеены, эти лопасти элементарно. Капельку капнул, лоткнул, все готово. Вот. Ну, для себя я вынес что? Единственное, необходимо делать вот эту контактную ответную часть. Вот, наверное, было бы идеально, если бы вот здесь это все заканчивалось. То есть, короче, раза в два нужно делать просто для того, чтобы была возможность регулировки больше хода педалей. Вот. Хода весел. Зачем? Ну, потому что это элементарно удобнее в плане вот чего. Когда она длинная такая, все-таки у ролика, у подшипника точнее, шариков, здесь самые настоящие шариковые подшипники, там, по-моему, 12 шариков. Значит, видите, вот есть колебания. Вот это вот. Оно никакой роли не играет абсолютно, потому что нажатие очень легкое, элементарное вообще. Мягкий провод от наушников. Смотрите, насколько, вот, ну, реально сопля. Насколько легко нажимается. Вот. Ой. Да елки. О! То есть усилие здесь не превышает каких-то вот, ну, пары граммов вообще. Ну, наверное. До десяткового это абсолютно точно. Десяток это даже много будет. Сто процентов. Вот здесь нажатие. Здесь нажатие за счет того, что вот нужно было искать пружину. Здесь пружина очень мощная стоит. Вот она. Очень мощная пружина. К сожалению, никаких других я не нашел на тот момент. Здесь усилие, вот, по сравнению с этим, усилие очень большое. Вот. Ну, конечно же, за счет подшипника и за счет того, что лопасти расходятся магнитами. То есть здесь магнитные пружины стоят. Как устроены магнитные пружины? Значит, смотрите. Нам нужно, чтобы лопасти отталкивались, да, понимаете, от контактной группы. То есть вот пружина, считайте, что вот здесь вот установлены две пружины, которые отталкивают лопасти, отталкивают от винтов, от ответчиков. Вот от этих. Значит, соответственно, магниты здесь установлены однополюсно. Здесь. Но! Нам же нужно скомпенсировать, так сказать, магнитное поле. Оно же, если мне память не изменяет, так же, как и электрическое поле. Убывает с квадратом расстояние. С квадратом расстояние. Поэтому, то есть очень быстро теряется мощность магнита, так сказать. Ну, конечно, говорить о миллиметровом расстоянии это смешно, но тем не менее. Я вот такую еще штуку сделал. То есть здесь однополюсно установлены магниты, здесь однополюсно установлены магниты, но полюса выбраны так, чтобы вот эти два магнита, которые вот на лопастях друг на друга смотрят, то есть вот этот и вот этот магниты, чтобы они притягивались. Это позволяет скомпенсировать отдаляющиеся вот от этих магнитов лопасти. Вот. То есть если вот их, если их вот очень хорошо вот так надавить, то в конце концов они просто слипнутся. Вот. Ну, конечно, поближе подвести. Но этого не дадут им сделать винтики, на которых держатся контактные группы, и не замкнется никогда контакт. Хотя, в принципе, пофигу. Потому что здесь он замкнутый. Вот. Вот такая вот очень простая конструкция. Сделана вот реально за, ну, три часа по часику. Три вечера. Вот сегодня, не сегодня, вчера я закончил. И вот сегодня проводил уже пару связей на нём. Ну, очень здорово. Очень легко регулируется всё. Элементарно. Причём, большую часть регулировок можно сделать вот одной. Ну, просто мне лень было искать другие отвертки. Вот, плоская отвертка. Это всё регулируется легко. То есть берём, крутнули, контрагаечку поправили. Тут везде контрагаечки. Вот видно, да? Здесь и вот здесь. Вот контрагаечки стоят. Контрагаечку можно либо пальцем подержать, либо там, ну, пинцетом просто подержал, раз, потом всё, чуть-чуть её подстянул, всё, абсолютно никакого люльта в винтиках не появляется. Ну, вот. Очень простая, очень простая, ну-ка, как это? Вот, конструкция эта на морзянке. Ну, мне тяжело передавать. Принимаю я относительно неплохо. Наверное, могу сдать на первый раз, на первую категорию без проблем. Вот. А вот передаю, видите, тяжеловато всё ещё. Ну, нужно тренироваться, нужно тренироваться. Вот, отличный ключ для тренировки. Очень мягкий ход. Прям вообще, ну, обалденно. И вот своё законное место, он у меня вот тут вот под, вот там, под монитором справа от клавиатуры, недалеко от мышки, своё место занял. Всё. Вот такой вот ключик. Вот. На этом, в принципе, разговор можно закончить. Но нет, это ещё не всё, друзья мои. Я же не просто коробочку вот эту от часов в кадр сунул, да? Давайте расскажу, что у меня в этой коробочке. Сейчас я ключик отключу, чтобы он не пищал лишний раз. Давайте я его вообще уберу сейчас на его законное место. Значит, я тут начал распутывать, чтобы убрать его. Вот. Педаль. Самая обычная педаль с Алиэкспресса. Внутри находится концевой, как он называется, концевой переключатель на замыкание. Идут самый обычный провод, дешманский, по-моему, даже алюминиевый, он не гнётся ни хрена. Вот. Видно, как вот он был сложен, да? Вот так он и не выпрямляется вообще. Какая-то, я не знаю, пишут лужёная медь, ну, что-то мне подсказывает, что это просто алюминий, потому что паялся довольно-таки хреново. И вытаскиваем его из транссивера. Это, друзья мои, приставка для транссивера. Самый обычный разъём, как он называется, GX 16 8-контактный. В любом магазине китайском 3 копейки стоит, вот он он, да, видно, выходит два провода. В одном из них педаль, вот он, это вот видно, сквозная педаль, вот этот вот провод идёт, и вот он просто насквозь проходит, и вот в такой вот переходит провод контактный, какой-то сигнальный, заходит в разъём, замыкает ПТТ. То есть, нажми, чтобы говорить. А в самой коробочке, вот, сейчас попробую показать, вот, ракета. Ракета. эта коробочка от часов вот в дело пошла, лежала-лежала бесхозная. Гнездо 3,5 мм, и вот от гнезда видно, идёт ещё один провод контактный, также заходит в этот разъём. Это изоляция, это я просто сделал для уплотнения, чтобы не болтался. Вот, значит, что в коробочке? А в коробочке и для чего это вообще сделано? Значит, очень просто, очень просто, сейчас даже схему нарисую. Значит, вот гарнитура китайская, самая обычная китайская гарнитура с микрофоном электритным. Вот, купил я её только ради того, что у неё, во-первых, действительно неплохой провод, такой, знаете, soft-touch плюс пружина, то есть, вот, очень профессионально это всё выглядит. Ну, типа, написано, что гарнитура для холл-центров. И самое главное, у него, чтобы не возиться с пайкой, вот, у него видно, тут идут 4 провода, а тут расходятся на 2. Я имею в виду внутри 4 жилы, а здесь они расходятся на 2 стереоджека. Ну, тут, понятное дело, переходник ещё, это наушники, а это микрофон. Вот. Только, в общем-то, ради удобства это и было сделано. Значит, микрофон, именно микрофон, включается вот сюда. Вот. А что в коробочке-то, типа, ну, нахрена? Можно же было всё это отрезать, да, и к разъёму запаять. Ну, во-первых, на разъёме не регулируется громкость выхода на наушники, как я понял. А во-вторых, всё равно необходимо гнездо наушников в транссивере замкнуть обязательно. То есть, ну, не замкнуть, а наоборот, раз замкнуть, засунуть туда что-то, чтобы он перестал громкоговоритель, у НЧ громкоговоритель отключился. Вот. То есть, сам транссивер, чтобы не орал. Вот. Ну, и, соответственно, вот, пришлось вот так вот городить. С другой стороны, с другой стороны, я сейчас нашёл Y-кабель подходящий, который 4-х контактный джеки разводит на вот на этим. Ну, короче, вот эти стерео, там, телефон, в общем, вот эти телефонные 4-х контактные джеки, именно телефонные, вот, к сотовому телефону, как ни странно, я очень хорошо подключаю. Это я так издалека рассказываю. Вот, помните, да, эту гарнитуру, этот саундбластер, тактика 3D-речи, до сих пор используются. К телефону я их подключаю вот этим вот проводом. Всё отлично работает. Вот, заказал я Y-кабель, тоже придёт, буду делать. Точнее, не делать, а сделаю вот точно, точно такой же вот кабель, просто вот у меня вот здесь вот будет Y-кабель вот на той гарнитуре. Вот, значит, а что в коробочке? В коробочке схема запитки. Мы же не можем просто так вот на микрофон, вот как мы с него снимем сигнал. Ну, в принципе, сигнал-то мы с него снимем, но самого сигнала не будет, его необходимо запитать. А запитывается микрофон, по тому же, электретный микрофон, по тому же проводу, он двухконтактный, то есть, у него, грубо говоря, есть плюс и минус. Он и вход, запитка, он же выход, звуковая частота, переменка. То есть, внимание, вопрос, а как? Как это всё дело? как можно запитать электретный капсюль и при этом, причём от трансивера, его же необходимо откуда-то питать. Вот. От трансивера необходимо запитать электретный капсюль, при этом снять с него разъём. Ну и, снять с него сигнал. Ну и, конечно же, плюс, чтобы ещё и реагировало на нажатие, на нажатие педали. Да? Вот. Очень удобно для соревнований это всё было сделано. Вот. Ну и вообще, в профессиональной, в профессиональной, так сказать, серьёзной, уже совсем серьёзной, радиолюбительской связи используются именно такие гарнитуры с педалью. Значит, что, что находится внутри? Давайте, давайте с вами будем рисовать, друзья мои. замечательная моя ромашковая офисная тетрадь. Тут же аппаратные журналы, схемы того, схемы сего. Тут мне было весело, значит, всякие разные. Максон проект. Вот. В общем, много чего я тут выдумывал. Ну, давайте нарисую, нарисую, как оно вообще, в принципе, устроено и что из себя представляет. постараюсь как-то это дело объяснить и как работает схема. давайте обалдно нарисуем электрепку. Вот так вот она у нас выглядит. Вот. Вот. Это, в общем-то, самый обыкновенный конденсатор, да? Очевидно. Вот так работает конденсаторный микрофон. У него установлены две больших обкладки и с этих обкладок сменяется, снимается сигнал. И все. Дальше там он уже преобразовывается. Ну вот в электретном микрофоне, в электретном капсуле, который самый-самый простой и в то же время достаточно неплохой в принципе микрофон. Как это устроено? Здесь в качестве обкладок конденсатора используется пленочка. Можно сказать, вот, знаете, вот так. Вот так же как линза установлена в оправку. Вместо линзы установлена пленочка и на ней нанесен электретный, так называемый электрет. Тонюсенькая тонюсенькая пленочка, похожа на фольгу, ну, что вам объяснять, в общем, фольгированный, грубо говоря, пулей теле, условно, конечно. Вот. И на эту электретку наводится ток. Постоянно, она постоянно заряжена электричеством. Плюсом, минусом, это не важно. Соответственно, ответная часть, ответная часть, то есть, вот эта обкладка, это, грубо говоря, мы сюда говорим, а в ответ к нему, ко второй обкладке этого самого конденсатора подключена, подключен затвор, подключен затвор полевого транзистора. Я нарисую его условно, чтобы там не заморачиваться вот эти, как это, вот, сток и сток, чтобы не рисовать, чтобы был, так, от балды, нарисуем. Значит, вот, и подключен сюда полевой транзистор. Элементарно. Подключен полевой транзистор, вот так вот я его обозначу, давайте назовем его ВТ-1. Вот. Подключен полевой транзистор, и, ну, условно, давайте вот отсюда сигнал снимать. Условно, вот отсюда, да? А здесь просто земля, можно сказать. земля, вот, и, соответственно, с него надо снимать сигнал вот как-то вот сюда. Вот. Все очень просто. Ну, и, конечно, чтобы было, надо подать напряжение смещения, как оно подается, да вот, вот, очень просто, вот, раз, вот, и на землю замкнули, да, вот эту вот часть. И все. Здесь у него, получается, наведена положительная ДС, ну, грубо говоря, здесь, конечно же, еще у него там внутри какая-то там своя схема коммутации, нам это сейчас не интересно. И все. И вот электрет там подает вот эту разность потенциалов на затворе. И эта разность потенциалов на затворе, собственно, управляет полевиком. Изменяется сопротивление полевика, ну, и все, получается, мы получили изменение напряжения, да, вот он сигнал. Все. Вот в этой цепи, сток и сток, появляется разность сигналов согласно речи. Ну, по идее, должно быть инвертирующая схема. Не важно, он П-канальный, Янканальный, это наплевать сейчас в данном случае. Ну, я нарисовал, по-моему, П-канальный. Значит, как это дело запитать? Потому что вот из микрофона, то, в общем-то, всегда выходит, вот он он, вот, раз, и два. Да, вот это обычный красный провод, грубо говоря, а вот это черный провод, черный. И все. И все. Вот это вот дело, вот, очень условно, вот так вот, да. Вот. И тут такая вот дырдочка. Вот. Что из себя представляет самый элементарный капсульный микрофон. Вот в эту дырдочку мы и говорим. И вот поток колебания воздуха передают колебания на обкладку. С этой обкладки на эту обкладку за счет изменения емкости конденсатора возникает разность потенциалов на затворе транзистора. Затвор транзистора начинает управлять самим транзистором. Появляется разность потенциалов. И изменяется разность потенциалов сток и сток. Все. Все. Внимание, вопрос. Как? Как? Снять сигнал и как запитать этот шпалевой транзистор? Нужно подать напряжение смещения. Ну, элементарно, да? Как запитать, если контактов всего два? Раньше у электретных капсулей их даже обозначали, если мне память не изменяет. Раньше электретные капсули, по-моему, обозначались как-то вот, как-то вот они вот так обозначались. Какое-то вот такое у них было обозначение, по-моему. Ну, вот. И у них всегда рисовали вот три контакта. Вот. Вот так они обозначались. То есть, это не какая-то логическая схема, я понимаю, что это не очень понятно. Вот. Это вот конкретно, вот, это вот, вот, электретный капсуль так обозначался. Вот У них было три вывода А сейчас у них два вывода Вопрос, как подавать? Да очень просто Так же, как в любом транзисторном каскаде Это же транзистор Собственно, полноценный однотактный усилитель Грубо говоря Также Мы берем два провода Значит, здесь все просто Ничего вообще не заворачиваясь Земля, она и в Африке земля Значит, сюда Напрямую GMD-TRX То есть Это земля Общая шина Ну, вообще микрофонная земля Потому что она отдельная В разъеме тут почему-то вот так вот Есть просто плюс-минус, грубо говоря А есть вот конкретно минус для микрофона Ну, фиг с ним В общем, вот туда Смотрите по схеме, потому что схема, которую я рисую Она вообще в принципе везде работает Только вот цоколевку надо смотреть и все Значит Все Общий он и в Африке Общий с ним ничего делать не надо Вопрос Как запитать? И как снять сигнал? Да элементарно Элементарно, Ватсин Во-первых Во-первых Что нам нужно сделать? Во-первых, нам необходимо задавить У нас же по земле Все равно побежит какой-то ток Там высокочастотный Запросто Нам это не нужно Нам это нафиг не надо Нам необходимо сделать Хотя бы элементарное ФНЧ Которое будет очень-очень-очень Сильно глубоко давить Высокочастотные токи Вот на входе Вот сюда В полевик Потому что нам не надо Чтобы он возбуждался На этих частотах Ну в общем Никакие искажения В электретку Чтоб не вносились Чтобы это сделать Нужно просто элементарно Зашунтировать вход и выход Ну не вход и выход А вообще Вообще Зашунтировать Питание Керамическим желательно Можно пленочным Но я вот керамический нашел У меня установлен керамический На По-моему 1 нанофарад Значит 1 1 Нано Фарад 1 нанофарад Или 1 нанофарада Не важно Короче 1 1 нано Это шунтирующий конденсатор Он просто Он ничего не делает Абсолютно Для звуковых колебаний Он никакого Влияния не оказывает В общем вот так Если кто не знает Маркировка Вот будете керамику находить Это Такое 1 нанофарад Это 10 И еще 2 нуля Поэтому маркировка 102 То есть Ну не 102 А 10 И 2 Означает 10 И еще 2 нуля Это рисовать 1000 пикофарад Или 1 нанофарад Вот Это шунтирующий конденсатор Дальше Значит нам необходимо Что? Нам необходимо Сигнал снять Снимать сигнал Мы можем как? Ну элементарно Самое простое Что мы можем сделать Это более-менее Приличная емкость 1 допустим Микрофарад А 1 микрофарад Мы можем Ну очень легко И компактно Вот Ну чтобы это все Вот умещалось Реально Эх Не могу задвинуть Чтобы это все Элементарно умещалось Вот буквально На размере ногтя Вся схема Это конечно Нужно брать электролит Очень просто Очень просто Значит Мы Делаем Элементарную схему Запитки Значит Берем Берем Там это же выход Выход Сигнал у нас Тоже пойдет По красному Значит Сигнал Сигнального провода Вот с этого Вот Мы должны Снять Переменный ток Грубо говоря Сигнал Но при этом Не должны Пустить на вход Транссивера По стоянку По стоянку Тоже сейчас дорисуем Значит Чего Мы снимаем Вот мы делаем Схему запитки В которой Появляется Три контакта Вот Мы снимаем Это все дело Самое простое Для того Чтобы он пропускал Только Только Низкие частоты То есть Звуковые частоты Ну Проще всего Наверное Один микрофарад Зай Или Одну микрофараду То есть Значит Рисуем Один Микро Микро Это Я рисую По привычке Уже наверное Латиницей Или Если хотите Должна быть Маркировка Десять Пять Да Один миллион Пикух Вот Десять Пять Одна микрофарад Ну Самое простое Сделать что Использовать Электролит Электролит Единственное Что Необходимо Смотреть Питание Всегда Есть Вот на этом Разъеме ГХ8 Питание У меня Это 8 вольт Вот Соответственно Необходимо Следить За тем Чтобы Напряжение Вот на этом Конденсаторе Номинальное Его напряжение Было Значительно Ну Значительно Как минимум В 1-4 раза Выше Чем Напряжение Питания То есть Ну В моем Случа Это 8 вольт Ну Вот Какие Там 16 Наверное Ну Да 16 вольт Это Вот Самый Ходовой Вот Соответственно На 16 вольт Все Получается Что Сигнал Здесь Он Навелся Переменный Ток Побежал Здесь Слишком Маленькая Емкость Чтобы Оказать Сопротивление Звуковым частотам Он на этой частоте Вот этот конденсатор Он вообще никак не работает У него слишком большое сопротивление Для такой низкой частоты Поэтому сигнал по закону Киргофа Выдавливается дальше И выдавливается сюда Вот здесь Здесь сопротивление Очень низкое Уже получается Для такой Частоты Звуковой Вот И соответственно Она очень легко Пролетает сюда Можно кстати Больше Ну Зачем Тут лучше все Наверное даже подобрать Знаете Чтобы басы То есть Это же элементарный Фильтр высоких частот Получается Одновременно Вот Соответственно Можно сделать Подобрать Вот Знаете Басы отрезы Потому что Басы В ССБ Не нужны Любой радиолюбитель Знает Басы Это глупость Глупость Конченая глупость Это вот только на 80-ке С колхозниками болтать Ой какой там звук Шикарный Да мне насрать На шикарный звук Мне главное Чтобы меня слышали Очень хорошо Мне для спорта Это надо То есть Средний Высокочастотный сигнал Чтобы получить Это вот Емкость Вот этого Конденсатора И все Соответственно Это Выход Получается Ну Назовем это так Т ТРХ ТРХ Мик Мик Ин Вот Ну и Разумеется У нас есть Какой-то Какой-то Это значит ТРХ ТРХ Вот у меня Это плюс 8 Вольт Вот Третий Третий контакт ТРХ 8 вольт Вопрос Че Че делать Да Да Очень просто Элементарно Нам необходимо Сделать еще один Фильтр Низкочастоты Только Который Будет Опять же Шункировать Еще и Звуковые частоты Все На этот раз Вообще все Чтобы вот сюда Звук не шел Нам нужно Только для того Чтобы постоянка Пришла сюда То есть Смотрим Здесь Замыкание По постоянке Между землей И сигнал Нет Разделено Конденсатором Да Фильтром Но при этом ВЧ Который может Пойти по плюсу По земле Там Даже отсюда Побежать Оно все Вот шунтируется До электретки Зашунтировано Все Отфильтрован сигнал Сигнал С электретки Проходит Сюда Тут он Огромное сопротивление Для Настолько Низкой частоты Вот у такого Ну и соответственно Сигнал убегает сюда Здесь сопротивление Низкое На такой частоте И уходит на микрофон Нужно только На красный провод Подать плюсовой Потенциал Вот отсюда Просто так Мы конечно же Подать не можем Потому что Это полевик Если на него Подать Без какого Без какой-либо Обвязки Без сопротивления ЭДС То он Разумеется Раскалится Там Насмерть Потому что У него Грубо говоря В открытом состоянии Там какие-то Миллиомы Миллиомы Вот И соответственно Огромный ток Побежит 8 вольт Грубо говоря Миллиомы То есть 8 ампер Понимаете Короткое замыкание Нафиг Все И Капец Капец Выгорает Либо стабилизатор В трансивере Либо Ну вообще Не либо А и то и другое И выгорает Нахрен Электрик Сразу Раскаляется И расплавляется Пробивается Транзистор Где По телефону Поговорил И пока Разговаривал Вспомнил Значит Ну В общем Понятно Схема Как работает Именно по конденсаторам Разделение Переменки И постоянки Понятно Но Нам же Необходимо Ограничить Сигнал Зачем Опять же Сопротивление Очень 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 Низкое Получается И если Его напрямую Зашарашить Ну Грубо говоря На вход Этого Как это Каскада УИНЧ Там уже В трансивере Вот Получается Что почти Короткое Замыкание Выходит Поэтому На сигнальном Проводе Правильно Будет нарисовать На сигнальном Проводе После фильтрующего Конденсатора Но перед Как это Фильтром Высоких частот Значит Да Ну вообще В принципе Для пропуска Переменки Вот На сигнальном Проводе Конечно же Необходимо Ограничить Давайте Вот сюда Вот Присую Чтобы было Кулютор Низу Ага Вот Значит Вот здесь Вот здесь Еще нужно Установить Еще резистор Номинал Этого резистора Особо Не критичен Не критичен Вот Но он Нужен Это Давайте Обзовем его R1 R1 Вот И номинал Этого R1 Ну Нам в общем то Токи то Небольшие Поэтому Тут Килоом И речь Не идет R1 Значит Ну наверное Где то Где то У меня установлено Не то 350 Не то 370 Короче какой то Такой странный Резистор нашел В общем вот так Это нужно для чего Для того чтобы Слишком огромный уровень Сигнала Ну то есть Практически короткое Замыкание Не прилетал на вход Смесителя Ну на УНЧ Да И на смеситель В трансивер То есть Чтобы он не возбуждался Элементарно Ограничивающий Ток Ограничивающий Резистор Ну давайте От 220 Можно поставить переменку Кстати Это будет громкость Регулировать Но у меня есть Регулировка На модуляторе Поэтому Ну вот Значит 220 Ну наверное Где то до Сколько там Ну 470 510 Да Давайте 470 Нарисую Ом Не кило Не мега Просто Ом Ом Вот У меня установлено Что то там Вот 350 370 Вот Это ток Ограничивающий Вот все Это цепь Без запитки Это цепь Конкретно Для звуковой частоты А вот теперь Внимание Как запитать Чтобы запитать его Нам нужно Что сделать Нам нужно Вот сюда же Сюда же Пустить ток Причем Не просто пустить его А сделать его Опять же Ограничить ток Чтобы здесь На Транзистор Не прилетал Огромный ток Значит Чего Можно либо в эту точку Но у меня сделано В этой точке Подходит Собственно Запитка Запитка Организована Очень простым способом Делителем И в этом делителе Еще дополнительно Получается Установлен фильтр Значит Как это выглядит Вот Дорисуем еще один Р Р 2 Правильно Я рисую Ну да В принципе Д Значит Вот Раз Это у нас Будет Р 2 Сейчас Пока Безотносительно Ничего Вообще Д Значит Вот Нарисовали Здесь У нас Идет Давайте Сейчас Я сначала Нарисую Схему Потом Объясню Р 2 Вот так А это Р 3 Вот Это наш Делитель И вот В этом Делителе У меня Лично У меня Установлен Установлен Еще один Фильтр Причем Очень Такой Знаете Это Скорее Фильтр По питанию Наверное Опять же Потому что Здесь Всякие Наводки И так Далее То есть Чтобы Вообще Нахрен Все Задавить Здесь Сигнал Уже Ушел Получается Да Вот Смотрим Для сигнала Ну ладно Сейчас Раз И Два Вот Это Еще Один Конденсатор Причем Его Емкость Должна Быть Очень 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 Большой Опять Для Того Чтобы Он Вообще Все Нахрен Все Вообще Чтобы В цепь Питания Не попадала Переменка Вообще Он Должен Вообще Все Задавить Вот Поэтому Емкость Его Достаточно Большая То есть Это Тоже Электролитический Конденсатор И Емкость У него Особо Не критична Конечно Ну Желательно Не меньше Десяти Уже Не меньше Чем Десять Десять Опять же Латиницей Нарисую Микрофарад Десять Микрофарад Вот Это значит У нас Будет С1 Это У нас Будет С2 А Это У нас Будет С3 Вот То есть Вот Такая Простая Схема И Вот У нас Получается Делитель Да То есть Оп Тут РЦ Цепочка Она Давит Нахрен Вообще Все Отсюда Все Что Может Прийти Все Что Может Прийти Отсюда С сигнального Провода Тоже Все Давит Все Вообще И Здесь У нас Только Постоян Вот В этой Цепи Ну И Соответственно Здесь Тоже Постоян Вот Ну А Это Получается Делитель Смеситель В эту сторону Это Смеситель Он Смешивает Стоян С Переменкой Идущей Назад И Он Получается Это Как Сплитер Как Инжектор Инжектор Питания В общем В электретку Вот так Выглядит Можно В принципе Добавить Еще Какой Ничего Сюда Или Вот Сюда Катушка Индуктивности Еще Так Куча И Вот Сюда Тоже На Всякий Случай Вот И Еще Вот Сюда Конденсатор И Вот Сюда Конденсатор Ну В общем Чем Больше Тем Лучше Конечно На Сам Деле Нет Вот Минимально 6 Деталей Три Кондера Три Резистора Значит Резистор Нам Необходимо Выбрать Что У Всех Электреток Очень Очень Маленький Ток Нуженным Для Питания Там Буквально 5 Миллиампер Наверное Не знаю Сколько Ну Сейчас Посчитаю Кстати Вот У меня Там Триста Установлено Значит И На Питание Идет Три С чем То Значит И На Питание Идет Здесь Нужно Уже Конечно Конечно Сюда И Плюс Еще Вот Этот Резистор Тоже Он Ограничен Он Сложится С Этим Для Вот Этого Делителя То Вот Относительно Вот Этой Точки Получается Делитель Образован Этим Резистором И суммой Этих Двух Резисторов Это Делитель Для Запитки Ну Здесь Он Достаточно Небольшой Номинал А Вот R2 R2 Он Должен иметь Номинал Достаточно Большой Зачем Ну Затем Чтобы Не пустить Большой Ток И Вот Прикидываем Какой Ток Должен Быть Ну Миллиампер Наверное Да Меньше Чем Диода Там Даже Десяти Миллиампер Нет По-моему Миллиампер 8 что ли Я рассчитывал Или даже 5 По-моему Я на 5 Миллиампер Рассчитывал В общем У меня Установлено Что-то Около Двух С половиной Килоом Ну Я напишу 2500 Вот 2500 Ом Я не помню У меня Не тот 2700 Не тот 2200 Вот Значит И Получается В сумме Там Где-то Вот Почти 3 Килоома Вот здесь В сумме Почти 3 Килоома Здесь Соответственно Как несложно догадаться Для делителя У нас есть 8 вольт А нам Надо Вот сюда Подать 8 Миллиампер Ну 5 То есть Нам нужно Во-первых 0,8 Поделить Получаем 0,8 Ампера И 800 Миллиампер И Получаем И эти 800 Миллиампер Еще на 100 Надо Поделить То есть Получается Нам нужен Делитель Напряжения Приблизительно Где-то В 10 Раз Примерно Примерно Вот Соответственно Ну Получается Да Делим На 10 Получаем 0,8 И ограничиваем Током От 0,8 Сумма Сколько Там Ну Почти 3 Килоома Где-то 2 2 2,5 2,5 Миллиампера Вот Что Получается Значит Здесь Ватт В зависимости В зависимости От электритки И напряжения Питания Давайте Давайте Я так Напишу Вот У меня У меня Установлено Кажется 47 Или 40 Или 42 Что-то Такое Ну я Напишу 47 47 Тысяч Ом Вот Вот И все То есть Мы получили Делитель Даже Не то Что 1 10 Там Больше Чем 1 10 Получилось 50 На 3 Да Смотреть 50 На 3 20 20 Почти Вот 17 15 Вот Ну да И вот Получается 15 Где-то Там Вот Что-то Там 5 Миллиампер Получается На Остальное Регулируется Уже С этой Стороны Усиления Здесь Все Вот Готовая Схема Запитки Электритного Микрофона С педалью Ну педаль Понятное дело Она здесь же На землю Замыкается Еще один Контакт Вот почему 4 провода Ну два провода 4 жилья У меня идут Вот из этой коробочки Вот И не могу В общем вот Педаль Это два контакта На землю Замыкается Контакт ПТТ И идут Соответственно Управляющие Три вот этих Провода Для микрофона Вот Это уже Как минимум Потому что Граунд ТРХ Мик Мик Граунд Вот Это важно Ну Наверное Просто на землю Не надо А Ну а иначе Да Образуется Земляная Настоящая Земляная Петля И микрофон Будет Так же Возбуждаться Поэтому Граунд Мик Там Отдельно Получается Какая-то Схема Внутри Я не стал Смотреть Внутри В транссивере Еще схема Разделения Вот этих Земель Грубо говоря В общем вот так И прекрасно Работает Связь Проводил Народ Отмечает Великолепную Модуляцию Ну Потому что Все таки Это нормальная Электритка Да А не Мыльница Мыльницу Не хватает Вот на этой коробочке Я бы добавил Куда-то сюда Вот Наверное Две кнопочки Добавить Потому что На мыльнице На оригинальной Вверху Up и Down Есть Можно менять Диапазоны В режиме памяти Это очень удобно А сейчас Получается У меня нет Такой возможности Приходится Либо валкодером Крутить Либо через Кат интерфейс Управлять Иначе никак Ну Вот Вот такая вот схема Все очень просто Понятно Культурно И аккуратно Собирайте Вот Номиналы даны На самом деле Номиналы всех Абсолютно Вот этих частей Они не критичны Вот если сделаете Как у меня Да То есть там 300 с чем-то 2 там 700 Там 2 200 Или сколько там Номиналы стандартные Там 40 47 Ну вот у меня Из-за большого напряжения 8 вольт Сделано 47 Если у вас там будет 5 или там 3 вольта Ну Там Где-нибудь 10-20 Наверное Надо будет ставить Р3 10-20 Можно переменник Поставить Там Или подстроечник Потом Заменить В процессе работы Определить Какое подходящее Сопротивление И все Вот Вот так Очень простая И понятная схема Ну что господа Будем прощаться Вот так вот Две самоделки Замечательных Я вам Рассказал Показал С вами был Бутылку С личной Позывной Радио Третий Павел Леонид Николай Не теряйтесь Оставайтесь на связи Пишите комментарии С огромным удовольствием Почитаю Отвечу Критика Приветствуется Ну и Вот Всем Всем 73 Субтитры сделал DimaTorzok